Как мы все прекрасно знаем, год огненного петуха по восточному календарю начинается несколько позже, чем наш календарный. Фактически он наступит лишь 28 января. Однако не стоит пренебрегать тотемом наступающего года и лучше заранее воздать ему причитающиеся почести. Петух очень буйная и неспокойная птица. Ее характер свойственен в году, в котором следует ожидать много бурь и эмоций. Хозяинного петуха будет слишком сложным и не даст вам времени для продыха. Надо лишь правильно прочувствовать характер этой птицы, найти с ней общий язык, подружиться, и тогда ее покровительство будет вам обеспечено на весь наступающий год. Сделать это не так уж и сложно. Самое главное – это правильно встретить хозяина наступающего 2017 года. И для этого нужно соблюсти ряд несложных рекомендаций. Найдеть нужные вещи, правильно сервировать стол, подобрать макияж и с оглядкой на символ года украсить новогоднюю елочку. Сейчас я вам расскажу о том, что необходимо сделать, чтобы подружиться с огненным петухом. Итак, где и с кем встречать год петуха? Петух – это птица дома и уюта, а потому он, собственно, не выносит шум чужаков и чрезмерное раздолье. Лучше всего его встретить в узком семейном кругу за щедрым, но не роскошным столом. Воздержитесь от бурного празднования. Праздник должен царить в настроении, а не сотрясать соседские стены. Петух – домовитый хозяин, и пренебрежение правилами гостеприимства может вызвать его недовольство. Поэтому обязательно вручите подарки всем гостям, которые к вам придут на этот праздник. Неплохо после застолья отправиться на улицу. Причем хорошо, если у вас есть собственный двор, где можно уютно провести время все в той же домашней компании. Обопреки мнению, что пестрые фейерверки придутся огненному петуху по душе, это не так. Подобные вещи он не одобряет, поскольку считает это расточительством. Если вы хотите произвести благоприятное впечатление на символ наступающего года, вложите усилия в создание правильной атмосферы, в подарки и в угощения. Итак, как же следует украсить свой дом? Петух издревле живет возле человека. И когда близится год, находящийся под управлением этой птицы, она входит в наши дома и пытается освоиться, подыскать себе уголок. Если мы хотим найти общий язык с тотемом этого года и задобрить его, конечно же, известного своими вспыльчивым нравом и поведением, то в первую очередь следует обустроить все в доме так, чтобы петух почувствовал себя желавным и дорогим гостем. Как это сделать? Не сложно. Вспомните, где живут петухи и что они любят. Конечно же, первое, что приходит на ум, это деревня. Исходите из этого. Добавьте в дом деревенские атрибутики. Не забудьте и его любимой еды о зернышках. Отличным решением будет запастись декоративным гнездышком для прихотливой птицы. Но ни в коем случае не используйте настоящие яйца и перья для украшения дома. Это сильно оскорбит петуха, и тогда он может отвести удачу от вашего дома на целый год. Ну а для того, чтобы наоборот привлечь, смело используйте изображение петуха. Принцип «кашу маслом не испортишь» тут действует как нельзя лучше. Чем больше изображений и фигурок петуха у вас будет в доме, тем более довольна будет эта тщеславная птица. Также не забудьте про атрибуты, связанные с домашним уютом. Вышивка, пледы, подушечки, постилки. Украсти ими ваш дом. Это также придется по вкусу хозяину года. В чем же встречается год огненного петуха? Чтобы заручиться поддержкой и удачей на весь 2017 год, не лишним будет уделить внимание тому, в какой одежде вы встречаете этот праздник. Почти всем знаком зодиака небесные светилы рекомендуют одеться броско или даже экстравагантно. Единственное исключение здесь для стрельцов. Для вас полезнее будет элегантный и практичный наряд, без излишних украшений. Большинству знаков следует обратить внимание на одежду красных и огненных оттенков. Либо аксессуары таких цветов тоже будут уместны. Это обязательное требование к вашему внешнему виду. Но есть и исключения. Ракам звезды советуют подобрать себе серебристого или голубого цвета одежду. Рыбам лучше выбрать что-то нетривиальное, дикое, может быть даже несколько вызывающее. Ну а дивам следует надеть что-нибудь в пастельных тонах. Всем остальным стоит обратить внимание на пестрые и яркие одежды. Роскошные наряды непримерно положительно скажутся на вашем благополучии. Огненный петух одобряет различные аксессуары, которые будут, кстати, всем знаком зодиака. Выбор ограничивается только лишь вашей фантазией. От сумочки до диадемы, от брошки до массивного ожерелья. Лишь бы это гармонично было с символикой наступающего года. Относительно того, какой именно вид одежды подобрать, здесь как раз строгих правил нету. Подойдут и джинсы, и платья. Лишь бы ваш вид был опрятен и отвечал всем перечисленным рекомендациям. Отдельно стоит отметить макияж. Это одно из главных средств найти общий язык с привередливой птицей. Здесь следует проявить свою фантазию и не ограничивать себя в формах самовыражения. Самые дикие и даже смелые эксперименты будут одобрены символом наступающего года. Подойдут различные виды грима, рисунки, наклейки, маски и другие какие угодно украшения. В приоритете будут яркие и огненные цвета. Одно единственное требование, все должно быть сделано красиво и аккуратно. Так что если вы сами не умеете создать качественный узор, попросите кого-то вам в этом помочь. Для более скромных и консервативных людей, или просто тех, чье окружение не сможет правильно понять подобные эксперименты, отличная альтернатива и станет более яркий макияж, либо имеет смысл подкрасить губки еще более яркой помадой. Отличной от той, которой вы пользуетесь в повседневной жизни. Не бойтесь, символ года оценит ваш энтузиазм и проявит свою благосклонность и к вам. Прическа. Какую же следует сделать себе прическу? Встретить год огненного петуха можно с различными прическами. Выберите вы хвостик, косичку ли, ровные волосы или кудряшки, это никак не повлияет на ваши отношения с птицей-покровителем наступающего года. Гораздо важнее другое, то, насколько будут ухоженными ваши волосы. Петух не одобряет растрепанности и неаккуратности. Приложите максимум усилий, чтобы сделать вашу прическу идеальной. А теперь я расскажу, как же стоит сервировать стол. В первую очередь подберите скатерть. Лучше всего, если она будет красного или рыжего, а возможно и оранжевого цветов. Никаких лишних украшательств на стол лучше не ставить, поскольку огненный петух ценит простоту. Зато вы очень порадуете эту птицу, если среди посуды окажется и деревянная, особенно если она будет расписана под хохлому. В целом, старайтесь придерживаться деревенской кухни и колорита. Стол может быть уставлен щедро, но без изысков. Никаких экстравагантных блюд и деликатесов использовать не стоит. Отдайте предпочтение даже вегетарианскому столу. Имейте в виду, что наличие мяса, в особенности птичьего, сильно обидит огненного петуха. И он может отыграться и за это в течение наступающего года. Не забудьте о выпечке. Она придется петуху по душе. В особенности, если в ней не будут присутствовать яйца. На столе вы можете поставить фигурку петуха. Это обязательно принесет благополучие и счастье в ваш дом. И теперь, как же украсить новогоднюю елку. В украшении праздничной елки следует обратить внимание на ее броскость и яркость. Не жалейте мишуры и других украшений. В предпочтительной расцветке игрушек красная и золотая. Но и другими цветами пренебрегать не нужно. Петух любит все пестрое. А значит богатство раскраски елочных угрожений непримерно получит его одобрение. Наиболее благоприятное воздействие окажут шары и все округлые украшения. Так как они близки по форме к куриному яйцу. Отчего следует воздержаться это слишком дорогие украшения. Так как петух по своему нраву прагматичен и не любит излишних затрат. С гораздо большей охотой он возьмет под свое крыло дом. В котором имеются самодельные елочные игрушки. Чем больше их будет, тем конечно же лучше. А если вы повесите на иголки конфеты с изображением петушка. Можете быть уверены на 100% в том, что в наступающем году вам будет сопутствовать успех и процветание. И обязательно под саму елку насыпьте зерна в миску. Петух будет вам за это очень благодарен. А что же подарить нам в год огненного петуха нашим близким и родным? Петух птица практичная и предусмотрительная. А поэтому подарки в этот год должны выбираться так, чтобы они действительно пригодились человеку. А не были бы передарены или убраны куда-то на чердак. Постарайтесь отказаться от сувениров и всяких тривиальных идей, вроде рамок или фотографии. Задумайтесь о том, что нужно тому или иному человеку, что может ему пригодиться в быту или будет соответствовать его интересам и увлечениям. Самые актуальные беспроигрышные варианты это приглашение на мероприятия, путевки куда-либо, подарочные сертификаты, техника, вещи полезные в хозяйстве. Следует уделить внимание яркой и броской упаковке. И не забудьте, не забудьте приложить к основному подарку еще и изображение или фигурку петуха. И, конечно же, всегда полезно ознакомиться с предпочтением человека, а также теми подарками, которые придутся ему по вкусу, исходя из знака зодиака. Дорогие мои, я всем вам желаю удачи в наступающем году. Пусть огненный петух принесет вам долгожданное счастье. Пусть денежное и финансовое изобилие будет в вашей жизни постоянным и непрекращающимся потоком. Хорошего вам 2017 года! Продолжение следует...